привет всем кто присоединился тем кто будет смотреть записи мы начинаем новый раздел новую главу вороша двоера книга соответственно шмот и разбираем комментарий равадина штензальца к первому эпизоду если так можно сказать поскольку его комментарии он в общем разбит на тематические подглавки сейчас я сделаю поделиться окей видно да ах ну хорошо тогда можно начать на все включил окей ну хорошо давай тогда так так значит ашлихут а мы ходишет помид сраем да как бы новое новое посланничество или да ну да разница между хадашем и худешет хадаш это новое на худешет как бы возобновленная посмотрим почему она возобновленная но а сам еще если хадаш то если новое то было бы ашлихута хадаша а тут мы худешет как бы возобновленная такая идет окей так значит так так бесов айнян а кодем и гиф а шем лэ фниято лэ пниято а хрифа да шель муше калпэй а штальшелут и штальшелут значит в конце предыдущего как бы момента вопроса дела ну эпизода 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 да эпизода егип всевышний отозвался егип это типа отозвался отреагировал на резкое резкое обращение по адресу по адресу развития в отношении развития развития событий развития своего посланничества войны так аши этот мир и avec мира нехмиразей с-раэль беофен меди Oliver так значит которое вот это вот посланничество которое изменила как Ухудшила, изменила. Ухудшила, да-да, ухудшила. Усугубила, ухудшила. Усугубила положение из Израиля в Египте. Бофен Медай как бы тут же или немедленно. Нет, Бофен Медай не замедлили. Только все-таки не положили. Немедленно, да. Немедленно, да. Но только Мецукатам это все-таки не ситуация, иначе было массово там. Мецукатам, Мецукатам что-то плохое. Ну, Мецука как бы и страдали. Страдания, трудности, изменила. Ухудшила, все, ухудшила. Так, Бэйньян. Шелефанейну, который перед нами. А, перед нами, да. Шелефанейну. Ашим. Юзам. Юзэм. Юзэм, это Дибур, это Эль Моше. Значит, в этом эпизоде, который перед нами, Всевышний. В предыдущем. А, Бэйньян. Да, в нашем эпизоде. В нашем, который перед нами, Всевышний предпринял. Юзэм, это что-то предпринял. Ну, Юзэм, это в современном виде, это инициировал. Инициировал. Это Дибур, Эль Моше. Ну, в общем, разговор с Моше. Хорошо, так. Кэфи шеаса бэдгалут аришуна. Да. Так же, как Кэфи согласны, или как он сделал это? Так же, как он сделал это в первый раз. Ну, и галут как бы в первом откровении. Ну, в первом откровении, да. Раскрытие откровения, да. Лаят асне. Ну, в этом, в кусте, с помощью куста. Да. Эта бэмэцраэм. Ата, сейчас. Ата, ну, хорошо. Эта, ну, еще ата, если та. Ну, сейчас, правильно. Ата бэмэцраэм. Ухозэр, эль, икар. Да. Амаса, амаса, мусэр, мусэр. Амэсэр, икар амэсэр. Масэр, послание, сообщение. Да, да. Шээ, яшмя, аламэшэ,birthар аэллоким, валь шляхут Kurt-овэн, аэль Исраэль, вэн, элпар о'атух, адгэшэт. Адгэшээт. Адгэшэт. Адгэшэт. Амэш, Амэш... Машмэуэт. Машмэоэт. Так, анізэгавут. Анізгавут,ash. Значит так, он опять, он вновь возвращается, возвращается по следам, как были, за следом, в следствие или по следам, а главным образом, получается, он возвращается на основные принципы его послания, на основное положение его послания. В основном его послание обращено, которое он обратил к Маше, то есть Всевышний повторяет предыдущие как бы аргументы, да, вот это как бы такая идея. То же самое, что он, как бы, что он внушал ему или... Ну, смотри, по-русски не в одном, по-русски слышать, это невозможно загрузить. Ишми, это как бы заставить, заставить... Который он сообщил вообще по-русски, потому что... Послушать, да. По-русски нельзя сказать эфиле, а ты слушай, то есть нельзя сказать позитивно, делай человеку, чтобы он слышал. Нельзя сказать по-одному слову. Но иврите можно. Ишми это сделает так, чтобы тот услышал. Ну, вообще говоря, сообщил. Хотя для сообщил... Сообщил, так. Хорошо, значит, сообщил тоже, кто сообщил Маше Багар Айлаким на горе Всевышнего. На хоре, да. Что и о его послании, как к Израилю, так и к фараону. Да. То, что подчеркнуто или подчеркнуто... При этом подчеркивая... Подчеркнуто смысл, подчеркивая... Мешмаут смысл. Да, мешмаут. Восвышенный смысл, я бы сказал. А, не сгавут. Не сгавут, возвышенный смысл. Хрехут связанный, да. Да, связанный с этим. Малих, процессы, процесс от Сафуи, это, получается, ожидаемый... Да, связанный с ожидаемым процессом. С этим процессом, да. Ну, такая длинная фраза, но, в общем, как бы идея понятна. Так, значит. Арецев, асипурей... Асипури, я думаю, это прилагатель. Асипури, а, ну, хорошо. Сипури, некта. Нокта, некта. Нокта, лекрат, соф, аинья. Да. Баришимат. Да, правильно. Аюхасин. Да. Амимакемет. Нокта, мошэ, ваарон. Бэакешэн. Экшэн. Бэкшэн. Бэкшэн. А генеалоги, генеалоги. Генеалоги. Генеалоги, но генеалоги. Шэляам. Амит... Амитхавэ. Ну, восстанавливаем. Возрождаемый. Возникающий. Как это? Возникающий. Ну, только-только появляющий. Который образующийся. Возникающий. Возникающий, образующий. Да, так угодно. Значит так. А это по секуре никто... Последовательность... Как это? Рассказы или... Ну, я думаю, как это? Последовательность повествования. Изложение повествования. Изложение, да. Никта. Там Никта как прервалась, получается. Да, прервается. Прервалась. Прервалась. Лекарцов, получается, как это? Перед... Ну, в конце завершения, как бы, Иняна, в завершении... В конце вот эпизода... Да, правильно. Перешимат на... На решима, это как список, получается. Список. Но чем она прерывается? Прерывается это решимата Ихусин. А Ихусин списком, ну, как родословий. Шимата Ихусин, это как родословное. Кто относится к тому, то есть как бы родословный. Ну, да, родословие. Да, родословие. А мимо Кэмит расположен... Который располагает. Который располагает мышей Арона. В связи, как это... Ну, Бэкшер, в смысле, в связи, да. В связи. В генеалогической связи. Да, видно, кто кому. В генеалогической, значит, последовательности возникающего или создающегося народа. Да, да, да. Ну, это видно, что очень отработанный иврит. Тут, как бы, ореха была, редактура и такая, литературная. И все, тут все выверено, как бы, написано очень правильным языком. Ну, поэтому нам, как бы, правильно все разбирать. В отличие от интервью, который мы разбирали. Там, где вообще иврит настолько мишубэшик называется. Вот. А здесь, понятно, что очень вид вполне... Ну, то есть, не вполне, а просто очень литературный, красивый, выглаженный. Окей. Да, ну так. Харей, решимат, а то лидот, а зе, шаф, шаф, актов, актов. Да. Лецетат, лецетат, лецетат. Да, лецетат. Лецетат. Эт деврей, а шлихут шель ашем, бе узнэйму ше. Значит, после, после этой записи родословий, родословий... Ну, шимат, тут опять генеалогия, на самом деле. Генеалогия, да. Вновь писание цитирует... Ну, как бы возвращается, оно возвращается, цитирует. Возвращается к цитате слов, деврей, шлиху слов посланничества Всевышнего. Комуше, было знамо, в ухо, в уши. Ну, в уши так по-русски, но в уши, да, в уши, да. Это хошешет. Это хошешет. Хошешет, беспокойство. Да. Хошешет шебета муше вэт тушувато амурхэвет. Амурхэвет шель ашем. Да. И, значит, беспокойство, которое выражает муше, и его ответы как бы сложные. Мурхэвет – это как сложный состав. Сложный, да, сложный, да. Но хотел сказать, что такие вот хошешет, беспокойство – это дорогод. Хошешет – это больше они хошешет, это опасение. Ну, да, опасение. Ну, хорошо. Это они хошешми, я опасаюсь чего-то. Окей. Так, хорошо, опасение, значит, и его ответ Всевышнему. Да. Амурхэвет шешуф – это цыруф. Атмихато шелярон. Да. Значит, тмихато шелярон, подчеркивающее. Ну, подчеркивающее, да. Вновь подчеркивающее. Вновь подчеркивающее. Цыруф – это как присоединение что-то получается. Ну, помощь которой от арона, да. Помощь, помощь арона, воемзот и на мастера, мастера. Мастера, да, мастера. Мастера, это цырых. Хотим, 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 хотим. Хотим. Ну, хотим – это от слова «хотух», я же думаю, неровная дорога такая. Неровная, сложная, сложная. Сложная дорога. Такой. И, значит, при всем при этом, и на мастера не скрывают. Да, не скрывают, что дорога будет сложная. Сложный путь с препятствиями от Сафуя, который ожидает. Ну, да, который будет ожидать. Ну, да, который будет ожидать. Ваэм муль, экшут, либо шельпаро, который ожидает их, ну, как, напротив. Ну, супротив, напротив. Против, как упрямство, как это, упрямство сердца. Упрямство Фарона. То есть он как бы говорит, что все пройдет непросто. Почему? Потому что я отягощу Лев Фарова. И, как бы, это отягощение будет связано с тем, что он будет все время отказывать Моше. То есть дорога непростая. Она здесь называется вот это вот ДРХ Хатхахим. Хатуха – это вот пересеченный, разломленный. В общем, не прямая, не прямая ровная дорога. Наоборот, искребленная, пересеченная, как угодно. Сложная, как угодно. Окей? Запутанная. Хорошо. Так. Ведабер элуким эль-Муше вайомер элах. Да. Правильно. И говорил Всевышний к Муше и сказал ему. Я Всевышний. Да. Шух хуфати лефанейха леят асне. Да. Который открылся, явился перед тобой в кусте, как бы посредством куста. Ну, вот леят асне, да, у не сгорающего куста, да. Посредством куста. Вайра. Вот это название Сипараши. Вайра. Идгалти. Вайра. Идгалти, я думаю. Идгалти. 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 Эль-Авраам, эль-Цхак, эль-Яаков. Да. И я, ну, как это, я открылся, я явился, идгалти. Открывался я, да, это в прошедшем. Открывался я. Да, в прошедшем я открывался, открылся. Аврааму, эль-Цхаку, эль-Яаков. Да. Ах шело кмо, ше, шебе, этгалути эль-Эха. Да. Но не так, как я открывался тебе. Правильно. Эл-Уким. Нет, эль-Эм, эль-Эм, эль-Эм. Эль-Эм. Эл-Эм, им. Нер-Эти, нер-Эти. Нер-Эти, да. Нер-Эти, я, значит, им я для них, к ним, показывался или открывался, нер-Эти. Виделся, показывался, открывался. Буш-Эм, буш-Эм, аль-Шад-Ай. Ну да, то есть, не Буш-Эм, а тебе, а тебе, а шад-Ай. Ну так, я под другим именем, я им открывался. Так, Ках Худати, этот с милым, и так Худати, так я известен, как я объявлялся им, объявлялся им, объявлял себя им, Худай, это же объявление, так, вот этот вот кусочек перевела бы, Ках М Корули, Нет, это пока их не переводили, Ках М Корули, и так им назывался, и так они называли, и так они обращались ко мне, вот наоборот, называли меня, обращались ко мне, называли меня, Вот это очень важно, а имя Всевышнего, вот это вот четырех буквы на имя, не был известен, не объявился им, не стал известен, но не был известен, да. Итгалут, лавот, ло айта, болота, мадрига, эльюна, шель, аидгалут, элеха, муше. Правильно. То есть раскрытие к отцам, к праотцам не было таким, как это, на таком высоком уровне. На таком же высоком уровне. Уровне, как открытие к тебе, к тебе, к тебе, имею в виду. Так, умнам, шель, авая, ашем, амуферешет, амнам, действительно, это имя, авая, вот это имя, авая, это юкей вавки. Ну, это они так образуют, обычно так его произносят, имя, вот это вот четырех буквы на имя, шемамиферешет, он называет имя, шемамиферешет, нискар, гам, бесефер, берешет, хотя вот это имя, оно как бы и упоминает. Ну да, как бы объясняет, что на самом деле, как это, придирчивый читатель внимательно мог бы сказать, но совсем так, потому что шемашем уже появлялся. Так. Ах и так хэн. Ах и так хэн бэйхлит. Бэйхлет. Бэйхлет шэлэа, вот у ло гая юдаа. Ядуа. Ядуа. Ну и мусак. Да. Ну, вероятно, по видимости, бэйхлет, ну и хлет это решение... Ну, определенно, точно. А, определенно, что про отца Всевышний не был известен. У ло я я дот. Я думаю, вот это вот у, это шем. То есть имя не было известно. Не было известно, и мусак как это раскрыто. Ну, мусак мы достижимы, то есть это для них не было обращательное имя. То есть они его сдали, но они его не... Ну да, то есть как бы, несмотря на то, что в сэфер брешит, оно уже упоминается, но для Авод, для Авод, оно не было известно. То есть нам это известно, потому что в книге Брешит это известно. К сожалению, здесь не приводится фраза, я тоже не могу просто сходу сказать, где в книге Брешит, можно посмотреть конкордации или просто поиском, где есть юткей вавкей. Но про отцам, про отцам, оно как бы не было известно. Это не было для них мусак. Для них это не было термина определения. Окей, вы у? Так, у, ло, ая, юда, 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 юда и в мусак. Вы гу, не скажу, шам, бы тох, шэм, шанитгала, лэ ахармі... А, шанитгала, лэ ахармі тэм, да. Так, вы гу, не скажу... Вы гу опять, ну, либо имя, либо Всевышний, непонятно, да. Ну нет, наверное, вугу Всевышний, он упоминает... Наверное, да. Или он имя, он имя. Потому что здесь Всевышний. Упоминается там, бы тох. Внутри, как бы, внутри... Ну, Бетор в качестве. А, Бетор, вот. Бетор Шем в качестве имени, которая Шенит дала, которая раскрыта, раскрыта впоследствии. Которая раскроется после. Раскроется после, впоследствии. То есть, как бы, упоминается, но раскрытие будет в будущем. Ну, вот так вот, такой комментарий Раба Штензальца, который объясняет, каким образом практически это неправильно, потому что оно уже там как бы сказано. Брешит уже есть. Но он как бы объясняет, что оно было сказано, во-первых, про отцы. Про него не знали, а не употребляли. А, во-вторых, сказано только для того, чтобы открыть его нам позже. Ну, вот такое объяснение. Окей? Дальше. Так. Им зот гам хакимути и отбрити и дам, шибо витахти. И витахти. Обещал. И витахти. И витахти латэ лаэ мэтэрис кнан, этэрис мигурээм. Правильно. Мигурээм ашэр гару боба. Гару ба, да. Так. И при всем при этом, также гам хакимути, как установил свой мой завет. Гам хакимути, не смотря на то, что, то есть, как бы, по комментарию, что называется, не смотря на то, что я им не открывался, ба шем а шем, тем не менее, и я установил с ними брит. Да. Установил с ними свой завет, который... Витахти. Витахти, в котором я обещал дать им землю ктаан, землю, как это, для проживания. Землю их проживания, да. Проживания, на которые чтобы на ней жить. Да. Как-то так. На которой они жили, я даже думаю. Ашер, гаруба. А, гаруба. На которой они жили, да. На которой они жили, да. Так. Гам ани, шем ати, это наокат. Наокат, да. Также слышал я, это наокат, ну, как стоны, что ли. Ну, наокат, это стоны, страдания. Вот здесь вот он объясняет. Наокат, анахат. Стоны. Анахат, это человек в сдохе. Анахат, это вздохи. Ну, вздохи, страдания, как угодно. Слышал я страдания, бнаисраэль. Да. Ашер митраэм. Ашер митраэм. Ашер митраэм. Ашер митраэм. Ма и Вадима там. Которых угнетают, порабощают египтяне. Да, порабощают, да. Ваискор отбрети. И вспомнила я завет свой. И ма вот. Ну да, потому что непонятно, завет какой. А он говорит, а, тогда линия продолжается. А, завет с кем? А, завет с братцами. Ла хэн эмор ливне Исраэль. Ани гу ашэм. И поэтому скажи... Да, эмор это поэлитная форма. Есть инфинитив, правильно? А есть, когда от инфинитива лам и тудираешь, остается только вот такая форма. Эмор. Да? Да. Иди скажи, значит, и скажи гуна Исраэль, ани ашэм. Ани я тот, кто. Да, я всевышний ашэм. Ани ютка и вавкей. Да, ани анимца, апуэль, вэ убааль, акуах. Я как бы. Немца как бы находящийся, или существующий. Ну, как это по-русски? Пуэль, ну, всемогущий. Не, не, всесущий. Вот, всесущий. Всесущий, всесущий. Везде, везде сущий. Везде, да, да, да. Везде, везде сущий, апуэль. Апуэль, как это? Действующий. Действующий, да, да. Ибо аля кох. Как это? Как всесиний. Аля кох, это... Господи, господин, господин. Ну, по-русски, надо сказать, всемогущий. Реще в том, что у него есть... У него, в смысле, у Всевышнего, у него есть возможность действовать и силы в нем. То есть он является творцом истории. Он тот, кто все запускает. Вот это вот, это имя Юткэй Бавкэй. Это не Эль Шадай. Эль Шадай, это другое. А вот Юткэй Бавкэй, это вот первая немца. И второе, апуэль у паа такой. То есть творец истории. Да. Так, хорошо. Анима все хлахэм. Я обещал. Я обещаю вам. Да. Хоцэти. Эт хэм не тахат. Да. Сивлот. Да. Что выведу и выведу вас из-под гнёта. Да. Вот это Бавкэй, как мы знаем, он оборотный. То есть он прошедшее, настоящее, будущее в прошедшее. Поскольку здесь стоит Бавкэй оборотный, то он действительно оборотный. То есть это можно прочитать. Я вытащил. Но здесь это в смысле я вытащу. Я освобожу в смысле. Да. Окей. Да. Так. Ну, поясняется. Сивлот. А Наталь. Наталь. А Наталь. 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 Это бремя. Ну, тут бремя какое-то. Бремя. Да. Вот именно бремя. Наталь. Акэвит. Шэльмитс Раймис. Тяжкого. Из-под тяжкого огнёта. Да. Выцальте тхэм. Мэвода там. И избавлю вас от рабства. Да. От угнетения. И не будете вы, наверное, для них более рабами. Да, да, да. Вот именно. Более рабами, да. Болеват. И не только это. Да, не только спасу, а ещё так дальше. Что дальше? Не только спас квадратства. Элэ. Вэгальти. Этхэм. И, ну, как это? Освобожу вас. Спасу вас. Ну, освобожу. Это вот те четыре стакана, которые... Четыре макалышника, которые пессов. Четыре ступени освобождения. А, у нас же было уже с Хананом. Ну, да. Вот сэти, гаальти, лакахти. Да, 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 было. Амсгула он там рассказал. Да. Мэрит так. Гаальти тхэм. Мэрит с Мицраем. Безруа. Нитуа. Нитуя. Да. И избавлю. Выведу вас. Да. Из земли, из земли египетской, как это, рукой крепкой получается. Ну, да. Безруа. Нитуя. Зруя – это как мышца. Мышцы простерты, что-то такое есть. Мышцы простерты, да. Ага. Так. Бэкуах-гадуль. То есть... Ну, да. Нитуя – это значит Бэкуах-гадуль. То есть, ну, Кази имеется в виду. Нитуя – это протянутый. Линто – это протягивает. Правильно? Бэкуах-гадуль с великой силой в Мишпат. В Мишпатим. В Мишпатим. В Мишпатим. В Мишпатим. В Мишпатим. В Мишпатим. С большими, как наказаниями. Ну, дословно, с судами, но вообще казними. С судами. С казнями. Вот дальше поясняется. Бэунашим хамурим, то есть с тяжкими наказаниями. Ше-йво-у. Ше-я-во. 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 Который на виду. Ну, который на виду, да, правильно. На виду я на Египет. На Египет, правильно. Бэшэль. Ацмато. Я думаю, либо Ацмато, либо Уцмато. Бэшэль Уцмато. Это… Он – это кто? Это Таали где-то было написано. Я думаю, что вот… Бэшэль Уцмато. Бэшэль Уцмато. Бэшэль Уцмато. А, да, вот Таали. Таали. Вот он дальше. Да, да. Бэшэль Уцмато и Ета Алих. Булат. Булат. Да, Булат. Булат Лайн. Да. И по этой… Из-за всего из-за этого, по этой причине, этот процесс, вот этот процесс будет как бы явным видом… По причине могущественности этого процесса, он будет Булат Лайн. Он будет как бы перед глазами, он будет бросаться в глаза. Да, он будет бросаться в глаза. Да. Ага. Ага, хорошо. Так. В лакахтит хэм ли лэ ам. И возьму вас в себе в народ. Да. Ли йот ами шили, чтобы быть моим народом. Да не очень понятно, зачем это объяснение, как бы, что это даёт. Ну, что-то даёт, да. Ну, не знаю, бонусы. Да. Да. Что-то было. В айти лахэм лэ 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 ким. Да. И буду для вас Богом. Ну, да. В айд а тем. Да. И айни а шэм лэ кэ хэм. Да. А ма цэд хэм митахат сивлот митраем. Да, да. И, значит, вот так, и будете знать, и узнаете вы. Да, признаете, узнаете, да. Признаете, что я Всевышний Бог ваш, который вывел вас из пакнёта египетского. Да, правильно. Ло нуцартем вэйныхэм. Вэйнхэм, да. Вэйнхэм митнаалим ведерих а тивиит. А тивиит шэба нуцарим вэммиталим амимахарим. Правильно. Значит, вы не созданы и не являетесь, как это... Ну и не ведете себя, не управляетесь. Не ведете себя, не подчиняетесь природному закону. Нет, не ведете себя природным, то есть вы не образованы и не подчиняетесь природным законам. Природным путем, да, по которым функционируют и ведут себя другие народы. Да, то есть не как другие народы, да. Да. А вы как сказать ТЦУ? Когда вы выйдете как народ... Вы выйдете как народ, как цельный... Цельный, да, как цельный народ, то есть не как сброд, который выходит там племенами, а выйдете уже оформившимся народом, да. Например, цельный народ из-под власти и из-под гнета египетского. Нет, ТИВАКХУ. ТИВАКХУ это означает ТИВАКХУ, ЛАДААТ. Вы узнаете, как по-русски это просто вы узнаете. Узнаете, ЛАДААТ, ШАШЕМ, ЭЛОКЕХЕМ, ГУ, АБОХЕР, БАХЕМ, БАХЕМ. Да, ТИВАКХУ, да. Узнаете, ЛАДАТ. У веков, на самом деле, то есть вам будет доказано, что вы знали. Ну да, убедитесь. Да, вы убедитесь, вот именно вы убедитесь. Явно, я в этом как-то ЛАДАТ, как вы явно убедитесь. Да, вы убедитесь, правильно, вы убедитесь, это именно это. Что Всевышний Бог ваш, он БОХЕР, как избирающий... Избирающий вас, да, правильно. Избирающий вас. Так. ВГВТ, ВГВТ, ВГВТ ЭТХЕМ, ЭЛЕРИТС АШЕР НАСАТИ ЭТ ЯДИ. Да. И приведу вас в землю, которую... Ну, над которой я простёр руку. Над которой я простёр руку. Да, что это означает? Нишбати. Нишбати, ЛАТЭТ, когда поклялся я, поклялся. ЛАТЭТ, вот там дать Йота Аврааму Ицхаку Якову. То есть, как бы, простёр руку, что когда клял, когда клялся я, дать Йо Аврааму Ицхаку Якову, да, да, ЛАХЭМ Мураша. И дать Йо Им в наследие. И дать Йо Вам в наследие. Вам, ЛАХЭМ. Ну, то есть, как бы, вопрос такой, я дал им, а причём тут вы? А, потому что она от них переходит к вам как наследие. Вы-то вообще там уже не живёте? Грубо говоря, я дал им. Они спустились в Египет, ну и кончилась история, правильно? А какое вы к ней имеете отношение, если они оттуда ушли? Поэтому вот тут слово Мураша это ключевое. То есть, дал им, а ну вы получаете как Мураша, как наследие. Леориш, Леориш — это наследие. Йоруша — это наследие. А вот Мураша, Мураша — это тоже, это походы на Йоруша, но Мураша — это больше как традиция. То есть, вы, как бы, традиционно получаете её. Я бы написал здесь Йоруша, но здесь написано Мураша. Ну, хорошо. Так. Эрет Шетершу, вот та Леолам. О! Земля, которую вы унаследуете, её Леолам. Навечно. Да, навечно. Припечатывается. Я Всевышний. Так же, как я Всевышний, так это будет. Ну да-да-да, припечатывается. Вот я думаю, здесь Штензайц как раз объясняет то, что я это не прочитал, поэтому я этого не видел. Почему написано не Йоруша, а Мураша? Потому что Мураша, наверное, это сильнее, чем Йоруша. Йоруша — это просто наследственное право. Один Муриш, как бы, Аба Муриш Ле Ле Бе, предположим. Например, там кто-то может тоже в каком-то момент, в какой-то цепочке сказать, нет, это неправильно было, неправильно составлен договор, то есть может как-то это опровергнуть. Но Мураша, по-видимому, это сильнее. Потому что это как Йоруша, но более того, это ещё связано с некоторой традицией. То есть это в русле вот этой вот нишбаты. Поэтому это сильнее, чем просто Йоруша. Мне так кажется. Вот почему здесь слово Мураша стоит, объясняется. По-моему, да. Окей. Наверное, хорошо. Окей. Так. Моше. Мела. 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 Ахэр. Митсвот Ашим. Да. И Моше исполняет другое повеление Митсва. Нет, Ахэр это за, я думаю. За. То есть Мела Ахэр, в смысле, исполняет. Ну, заму она даже не говорит. Моше просто, Моше исполняет приказ Всевышний. Приказ Всевышний. Хорошо. Ведабер Моше Кэм. И сказал Моше, так. Это дворим, алелу, эльпта Исраэль. Да. И сказал Моше, так, это... Эсэти слова. Ну, сказал, да. Пересказал, да. Пересказал, да. Пересказал, да. В лошам у эль Моше. И не послушали Моше. Да. Двара флу асу алаэм рошам ми пат, ми пат, ми пат. Хорошо, да. Все так. Слова, его слова не как-то произвели впечатление. Ну, произвели впечатление дословно. То есть, да. Такой высокий стиль был. А тут вдруг говорится, да. Отвара флу асу алаэм рошам. Ну, как бы амы срайк шиором. Ну, как бы амы срайк шиором. Час таковы. Да. Да. Мепат коцер рох. По причине... Из-за, да. Из-за, да. Из-за короткого духа, буквально. Короткого духа, в смысле, что они были обещанными уже. Они устали. По поверия, короткий дух, как угодно. Ну, да. Хосер савланут. Да. Умэ вода каша. Отсутствие терпения и по причине тяжелой работы. Коцер рох объясняют. Только коцер роха – это хосер савланут. То есть, как бы, у них не было уже терпения ничего слушать. Им надо было только прожить день и выжить, и все. А все высокие вещи, как бы, идти куда-то, а про отцы, и все. Их вообще всех не волновало, потому что они были дико измотанные тяжелой работой. Да? Окей. Ну, да. ВНВА Хэрет. ВНВА Хэрет. ВНВА Хэрет. Подожди, а где тут ВНВА Хэрет? Я не понял. Ну, все. Ну, дальше, да. Ну, следующая, третья страничка у нас пошла. Это же это. А, ну, хорошо, да. Так, смотри, правильно? Я, по-моему, пропустил. Я поперепрыгнул опять. Нет, вот она. 67, даже, 69. А, нет, все правильно. Все правильно. По номерам я просто по номерам. Нет, нет, все правильно. Все правильно. Все правильно. Один, девять, десять. Я вспоминаю. Все правильно. Ахазараль. Да. Аидгалут. Басанэ. Басанэ. И, как бы, другое, другое пророчество. Да. Шаабу Ешмин. Которое было. Шаабу Ешмин. Которое тоже есть возвращение. Так же. Которое возвращение. Есть возвращение к откровению. Повтор, повтор, да. Откровению в кусте. Да. И сказала Всевышний Моше говоря. Да. Бо шенит Бо шенит дибер эль пар о милах мисраем иди вновь опять. Второй раз. С фараоном, царем египетским. Да. Вышла хэт бне Исраэль мэрцо. Ну да, то есть сначала к евреям, а теперь к шенит. По второму разу уже иди к фараону. Окей. И вышлет народ Израиля из его страны, из своей страны. Да. Так. Говорю Моше перед Всевышним, говоря. Да. Бне Исраэль, вот ведь бне Исраэль. Вот ведь хорошо, да. Да. Шлаем Бесарти. Бесарти, да. Вот которым я сообщил как бы хорошие хорошие новости. Да, 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 да. Обрадовал их хорошими новостями. Однако. Лошаму не послушали меня в эйх ишмэээни парой. Как же послушать меня. Это аргумент. Если меня израилькане не выслушат, что ты меня к фараону посылаешь? Кальвахомер, как бы он меня точно не послушает. Шеки, которых я спасаю, меня не выслушат. А чем это к фараону идти? То есть первый был провал, а чем это второй раз идти? Такая идея, да? Окей. Ну да, так. Шеалав Анибо Аниба Аниба Твиот Которым я приду с требованием. Которым я прихожу с требованием. То есть как бы логика такая. Я к Израилю пришел не с требованием, а с хорошей новостью. Это вот здесь было бесат и туот. А они меня не приняли. Ну, шкальвахомер, если я пойду к фараону, которому я буду что-то требовать. Потому что он точно меня пошлет? Твиот это твия это требование. Да. В Анибе они орали с фатаем. Ну да. Те же, как это сказать, орали с фатаем косноязычный. Косноязычный. Как бы необрезанный. По-русски перевод косноязычный. С необрезанным языком. Ну, дословно, да. Необрезанные губы. Но звучит это по-русски как-то чудовищно. Ну, в общем, это как сказал орали с фатаем. косноязычный, да. Ну, косноязычный, да. Ну, зрикается косноязычный. КВТ-П. Ну, там, да, непонятно. Ну, вот и КВТ-П. КВТ-П это тяжелый устарь. Тяжелый, да. Ну, да. Человек бекает, мекает, не может прямо и нормально сказать фразы. Вот это вот выражение Алла-Баяди, Алла-Баяди это преуспеть. А, не преуспею. Что же я преуспею его в том, чтобы его убедить своими словами? Понятно, что у меня это не получится. Я их не убедил, когда я к ним приходил как бы с хорошими новостями. Максимум они могли бы сказать или минимум могли бы сказать. Ну, ладно бы с этого. Хорошо. Будем надеяться, что будет хорошо. А уж я к этому в Твиот прихожу, так понятно. Да, кроме того, техническая причина. Но я еще орань с фатами. То есть, ну, как бы по всем параметрам точно ничего не выйдет. Да, дальше. Ну, как бы спорят со Всевышним. Да. Всевышний не отвечает Моше на его вопрос напрямую. Вот да. Потому что Моше все правильно говорит, очень логически. Но Всевышний по этому мнению не отвечает, потому что ответ вот их непростой. Ну, как сказать, пристегивает, присоединяет к нему. Ну, присоединяет к нему, да. Арона, Арона его брата, кэфиша, аса, бэсов, аэдгалутла, яцне. Ну, да. Так же, как он сделал в конце откровения. Ну, да. То есть, повторяется такой же точно ход. Мужер около сне тоже сказал, что пошли с кем-нибудь другим. И так, и так, и так, и так. А потом в конце говорит технически. Послушай, ну, кроме всего прочего, я вообще не речистый человек, не могу я речами, кто меня будет слушать, произвели тято. Тогда Всевышний решил технически эту проблему. Так, он сказал, ну, хорошо, военному ставим будет Арона. Сейчас сделает точно так. Окей? Вайдабер, ашем, аль-муше, валиарон, вайцовым. Да. И говорил Всевышний к Муаше и Арону и приказал им. Да, наставил. Наставил, да. Да, мина, аотем, вайдабер. Мина, аотем. Ну, как, уполномочил их. Мина назначил. Леманок, как можно назначать. Ну, да, назначил. Уполномочил назначил их сказать Эльбна Исраэль. Нет, ладабер, яду. А, да, правильно сказать. Назначил их сказать Израэлю и фараону Мелох Митсраэму и фараону Салю Гипецкому Вэштей Ашлиху Йот Нуаду. Нуаду, правильно. Нуаду. И второе послание числа. Нет, эти оба послания. А, эти, а, шуху Йот. Оба эти послания. Одно вне Исраэля и второе к фараону. Это штышный хуё. Штышный хуё. Да, да. Это его послание. Нуаду. Оба эти послания предназначены. Да, были предназначены, да. Многоцы это вне Исраэль наверное с Митсраэм. Чтобы вывести вне Исраэля с Египта. Правильно. А, так. Атко это ура, я думаю. Туара. То есть была показана. Описана, да. Ахана. Ахана. А, Ахана. Готовка. Подготовка с артиклем. С артиклем. Ну хорошо. Ахана. Лепуалата в шельмуше. До сюда описывается подготовка к действию. К действиям. Ну да, к действиям в шельмуше. Правильно. Карка гидуло. Карка гидуло, да. Земля, почва. Карка это типа земля. Карка гидуло. Как это возвышает. Мне очень как бы смысл понять. Карка, карка это как бы почва. Ну земля, да. Да, и по-русски тоже. Почва, дословно почва его созревания вырастания. Ну вот к чему эта карка относится к слову? Может мы дальше поймем? Мне как бы не очень понятно. Такое впечатление, что этому должно было присутствовать какая-то история ну возмужания, возрастания, созревания мушет. Ну вроде бы про это не было смысла. Поэтому может быть мы пойдем дальше читать и поймем. Не очень понимаю, почему тут карка гидуло. Карка гидуло. Не знаю. Ну давайте дальше. А, на самом деле это история. это некоторая история. Карка гидуло, а именно почва, на которую он вырос, потом перечисляется дальше. Мас-О читаешь? Мас-О. Да. У меня скорее всего Мас-О Ле-Медиян. Да. Ве Минуяф. Минуяф, да. Минуяф. Але тивкодо ген леят асне ген бето херет Митраэн. Да. И путешествие, значит, его почва, значит, где он возрастал, путешествие Медияна, назначение его на его роль, как бы, на его полномочий. Должность роль, да. Значение на должность, как через куст, так и... Как как? Н, Н, это как как? Как, ну как, я говорю, как, с помощью куста, так и в... Как у куста, не леят, здесь это просто у. У куста. Как у куста, так и ген. У куста, и так и ген, так в центре и в центре. Правильно, да. Да, ну, в общем, как бы, до этого была история, в общем, пересказывалось, то, что было сне, там, Медиян, и пятое десять. Дальше. Так, кодем ши итуар. 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 Бицуа. Шеля шлихут, азот. Да. Значит, перед тем, как описывается исполнение... Будет описано, или описано? Будет описано, да, Бицуа. А, будет итуа. Исполнение этого поручения. Послания, да, миссии, послания, да. Миссии. Орех. 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 Аккатув. Сихун. Генеалог. 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 Правильно. Ну, Орех, да, это редактировано. Аккорех, шуха народу, это, в смысле, производит. Ну, располагает, наверное. Располагает, производит, да, описание. без описания, вот это вот генеалог. Генеалогическое резюме. А, да. Хорошо. Амемакем. Мемакем. Это бошебе, тох, бет Исраэль. Располагая, помещая, помещая, Мошеф. Да, Макем это помещает, да. Да, Макем помещает, Мошеф внутрь, ну, к дому Израиля, к семье, к народу Израиля. Амешпаха, шефахат, 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 лаамбам израям. Да. Семьи, которая превратилась в народ в Египте. Ну, да, мне кажется, мне странно, что Располагает про это не говорит, но мне кажется, у меня такое ощущение, что вообще, как бы, на Израиль, как бы, спустив, то есть, мешпаха, какая мешпаха, я думаю, есть мешпаха, мешпахат, яков, который, который превращается в народ, это как нам понятие. То есть, во-первых, связать тех евреев, которые живут сейчас там, что они являются продолжением вот этой семьи, и семья связана с праотцами. А я думаю, что с Моше, с Моше, тут еще как бы двойная задача, что Моше-то вообще был внешний. Он же вообще не был как бы внутри израильтян. Он по молодости, после того, как он убил этого самого египтянина, он убежал от наказания в Медиан. И он вообще как бы не принадлежал к евреям все это время. Поэтому, по-видимому, Писание должно сейчас возродиться к генеалогии, привязать его и израильтян к праотцам и к всей истории. То есть, как бы восстановить все это дерево. По-моему, так. Ну да, 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 конечно. Наверное, да. Идея такая, что кто такой Моше, кто такой Моше, а он вообще к кому мы, к кому они там. Да, особенно Моше. Потому что вообще эта история как бы внешнего лидера, она всегда, эта тема во всех комментариях, она всегда пытается как бы быть объясненной. Как бы сын сапожника известный, Лаврик, гораздо правильнее, казалось бы, было брать человека, который был вот внутри там страждущих братьев, который прошел весь этот путь, все это знал, был внутри. А не брать человека, который вообще совершенно как бы у него не было общности судьбы вообще с евреем. Почему он был избран, почему он как бы лидер был совершенно внешним. Вот это большой вопрос. Окей. Так. Эла? Хорошо. Так. Эла? Рашей быет. Эла Рашей быет. А вот там. Да. Главы, главы отечественных домов. Да, отечественных домов. Семейных домов по-русски, да. Шеба Митраем, который в Египте в Элло Кулам. Но не все. Ну да, только Рашей, и не все, да. Не все. Зудигье, Рашима, Халакит. Хилки. 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 Это вот список, как бы частичный список. Да, частичный список, правильно. Список. Лефи, Седер, Уладат. Уладат. Это все смехуты. Уладат, Шватим. Шватим. Его согласно порядку рождения, происхождения. порождение, порождение колец. Порождение колец, да. Шатикта. Тикта. Да. Лехан. Ацагатам. 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 Шельцайцаэйлэйвит. Правильно. Которая прерывается после... Которая будет прервана. То есть представлен список, но вот почему человек уже будет прерываться, когда? На чем? На порождениях этих самых... При появлении потомков Леви. Да. Шватим, Шафтим, 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 Шафтим. Да, Шафтим и Муше Варон. Вот этот царь Леви, который является... Каленом Муше Варона. Ну да, Муше Варон, они... Надо довести это было до... до Муше Варона. Поэтому, я думаю, это прерывает, что идея-то... Как бы не полное перечисление, а именно, чтобы связать Муше Варон. Окей? Ну да. Сыновья Рувена, первенца из Израиля. Израиля в смысле Япон. Ну да. Ханох, упалу... Ну да, дальше мы на собственное. Хацрон в Экарме. Элла Мишпахат Рувен. Вот эти два... Вот эти два... Непонятно, почему так делается. Но, в самом случае, какие-то имена на звук, они очень современные израильские. Карме очень распространенная фамилия. Хацрон тоже очень распространенная фамилия. Но вот Ханох в качестве имени, да. Палу я в этом не встречал. Но, единственное, что какие-то стали заимствованы. Ну, хорошо. Дальше. Ну и Рулка, конечно. Ну да, так. Вот, да. Вот они. Вот семья. Вот Мишпахат. Вот семья Рувена. Так. Бнэй Шимон. Имоэль. Имоэль. Вэямин. Вэ Огэд. Огат, да. Огат. Вэяхин. Вацухар. Вэшауль. А вот, значит, сыновья Шимона. Вот, причиняюсь, как их всех зовут. Да. Имоэль, Вэямин, Вэуак. Вот тоже. Огат, Вэуак. Очень распространенное имя в современном Израиле. Имоэль не слышал. Ямин. Ямин, Ямин. Это тоже зачастую фамилия такая очень слышная. Ну, Шауль тоже понятное имя. Окей. Ше. Ну, Шауль, понятно. Это Шенере, Хая, Харик, Бовьёто, Бовьёто, Бэн Ахнаани. Ахнаани. Да. Ну, вот подчеркивается, что Шауль, Шауль, он Бэн Ахнаани. Кажется, что как бы в качестве исключения. Ну да, почему бы Шауль Бэн Ахнаани? Потому что он был Харик, что это было некое исключение. Некие, 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 некие женщины, некие женщины Ахнаани, Ахнаани. Эле, Мишпахат Шимона. Вот, значит, вот семья, вот эта семья Шимона. Итак, Кофахат. Да. Решимат. А их сын? Да. Мы пораты, Мефуретет. Мефуретет Йотер. Да. А вот сейчас появляется... Ну, в смысле появляется, 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 более подробный список, становится более детальный. Список становится более подробным, да. Да. Почему? По какой причине? Мепнейша и Миткаревит, Миткаревит, да, конечно. Мошевый Арон, поскольку он приближается к Мошей Арону. Ну, а на, в смысле, Решима. А, ну, список он, да, правильно. Он приближается. По-русски он список, а ну, Решима приближается. Эле, шмот, шмот, эле шмот бне и Леви, лето ладатам. И вот имена сыновей Леви по их рождению, или родословию. Да, да. Гершон, в Кеат, в Мерарии. Гершон, Кеат и Мерарии. Ну, да. Три семьи известные. Гершон, Каат и Мерарии. Ну, потом, да, они будут упоминаться уже, как... Гершон тоже очень известное имя и фамилия. Гершон, да, я слышала. Все остальные не знают. У нас семья израильтян, с которой мы очень давно связаны, просто почти 40 лет со времени приезда Алии в Израиль. Это Мишпаха Ткеат. Вот тут тоже Ткеат, Акипе Ткеат тоже смеется. Он и Ромни, окей. Дальше. Бэмис Герет. Так. Бэмис Герет. Айт кам... Ит Магдуд. Айт Магдуд. Ит Магдуд. О, Магдуд. Хорошо. Да, да. Бэлэви. Акатув мосив перат парат. Парат, да. Парат, да. Шэн Логофи Легабэй. Логофи, да. Шэар Бнеяков. Правильно. Шэн Нимно. Шэн Нимно. Нимно. Так. Да, правильно. Вот это вот так. Бэмис Герет. Бэмис Герет это какой-то границ, ограничение. Бэмис Герет. Это ит Кадмуд Бэлэви. Ну, по мере продвижения или описания, потому что это Леги. Описание к Леги. Нет, описание добавляет деталь. Деталь. Так, описание добавляет перат, которая не упоминалась, не появлялась. Которая не появлялась, да. В отношении остальных становения Акова. Которые здесь упомянуты. Да, которые перечислены как. Да, правильно. Перечислены. Ошней Хаэй Леви. И вот годы жизни. Там этого не было ни у кого. Продолжительность жизни не было. А здесь появляется. Шэвэ Ушло Шэм Умэад Шанай. Значит, 137 лет. Да, очень похожая форма. Видимо, эта форма такая просто анахическая, да. Про Сару также написано. Шэй Хаэй Сара. Здесь тоже написано. Шэй Хаэй Леви. Годы жизни. Да, годы жизни, как по-русски. Годы жизни. Правильно. Шэвэ Ушло Шэм Умэад Шанай. И, кстати, интересно. Точно так же, как про Сару написано. То есть, наоборот. 7, 30, 100. Ну, это такая принятая была форма. Ну, Сара, тогда как бы там большой комментарий на этом был, правильно? А здесь интересно. Здесь как бы... Ну, везде сколько там было еще дальше описаний каких-то числительных всегда. Сначала идут единицы, потом десятки, потом сотницы. Где у нас там будут потом... Ну, надо посмотреть. Переписки, перепересек. Нет, у нас будет переписи, что там это много... Ну, может быть, да. Как раз пересчет... Пересчет израильтян. Они все пишутся так. Да, как бы наоборот. Возрастающие. Мы бэйн швотэй, 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 швотэй. Израэль? Да. Кускару. Искеру, да. Кускару. Кускару миньян. Да. Шанутав шальйосов. Так, мы бэйн посреди, мы бэйн или... Между, между... Между коленами Израиля упомянутое количество или число. Тут я не понимаю, я забыл ли это... Годы жизни Йосефа, годы жизни... А где они были написаны? Я не помню, написано. Мебэйн швотэйсай. То есть, как бы, среди колен Израиля были упомянуты годы жизни Йосефа. Почему? Потому что он был Шая, Роша, Мангир. Ну, потому что он был главой и лидером. Это Я, Роша, Мангир, который... Ну, где-то, видимо, да. Я не помню, что это было. Что-то я не понимаю. Ну, там в начале же книги... Может быть, в начале было, да. В начале книги Шмот там перечисляется... А, ну да, наверное, да. То есть, не в этом разделе, а в предыдущем. Да, наверное, да. А теперь дальше. Вэота. Ну, это Вэота, Миньян, Шнунтав, Шелеви. Вот количество... А теперь, нет, вот тогда, да, а теперь это... Тогда, теперь количество годов, годов Леви. Да, 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 да. Число, годы жизни Леви. Да. Киванше, шагая, ави, ашулэшет... Шошелет. 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 Амиюхэдет шэльбоше варон. Поскольку это отец династии особой династии... Родоначальник династии, да, особой династии. Особой династии Моше и Арон. Ну да, то есть объясняется, почему у двух, про двух сказаны годы жизни. Про Якова и про Леви. Про Якова, потому что он был как бы начальник, ну или родоначальник. А про Леви, потому что он был... Ну, не про Якова, а про Йосифа. У кого-то звонит, у меня? Ну, не у меня. У кого-то что-то звонит, что-то не помню. Это у тебя или у меня? Нет, у меня ничего не звонит. Аня? Нет, нет, не звонит, мне ничего не звонит. А, сейчас, одну полсекундочку, сейчас только я... Черт, меня звонят. Сейчас, на секунду, я на паузу только. Пауза, записывай. Сейчас, полсекунды звоню. Сейчас, полсекунды. Продолжение следует... Окей, да, все, да, не забудь включить эту самую запись. Как у меня было? А, я не понимаю. Меня слышно, нет, Аня? Да, слышно, слышно. Слушай, я нажимаю паузу записи, а он еще ни туда, ни сюда, я не понимаю, запись продолжается, нет? Ну, хорошо, будем дальше. Надеюсь, почему-то она мне так самая. Ну, хорошо, давай дальше. Почему-то он не останавливает меня в записи. Ну, хорошо, я думаю, что он не останавливает. Окей, читаем дальше. Так, да. Так, в Негершон. А у вас, Сарцеха, у вас есть значок в записи, вы видите? Не знаю. Что, у меня он не проявляет сейчас, когда я делаю демонстрацию. Видно его сейчас? Даже не знаю. А, река, да, есть река. А, ну, значит, есть, значит, просто будет кусок, где будем взять. Ну, хорошо, да, дальше. Так, так, так. Так, в Негершон. В Негершон, да. Ливни, ваш имя, лэмеш по хотам. Вот сыновья Гершона, ливни еш имя по их семьям. Да, да. Так. У Мней Кеат. Да. Сыновья Кеата. Амрам, Вейцгар, Вейхеврон, Вейхеврон, Вейхузиэль. А вот сыновья Кеата. Ну, да. То есть три семи или ими. Хеврон и Узиэль. Ну, Амрам это отец Машей Арона, как я помню. Да. Так. Ушней Хаей Кеат. И вот годы жизни Кеата. Шавгэн. Да. Нимнот. Нимнот. Нимнот, да. Башель. Хашавуто. Да. И здесь, и также здесь упоминается, это упоминается из-за ее, из-за его важности. Ну, по ее важности, да. По ее важности. А, Кэа. Кэссабам, наверное. Кэссабам, да. Как дедушка. Правильно, да. Правильно, да. То есть вот это вот можно только разгадать, то есть только по смыслу. Иначе это вообще не боится сочетание букв. Правильно? Кэссабам. Как, что это такое вообще? А когда человек внутри текста, то это становится понятно, что это Кэссабам. Да. Кэссабам так. Шалошу, шалоши, мумиат, шана. Да. Три сто тридцать три. Три сто тридцать три, да. Три тридцать сто. Да. Да. Я предлагаю, давайте, может быть, остановимся. Ты замечательно прочитала все. В общем, было совершенно классно. Да, очень интересно, мне кажется. Мне очень нравится комментарий, что называется. Я, как говорят, даже по субботу. Да, очень классно. Сказал бы он простой, но он очень хорошо расставляет все, 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 все точки. И просто делает такие понятийные мазки, которые просто проявляют тебе как бы текст. Казалось бы, так понятно, но, во всяком случае, он подчеркивает непонятности. Окей. Ну, хорошо, все, тогда на этом закончим. Да, вот теперь я останавливаю запись. Спасибо.